Есть такое выражение «Никто не забыт и ничто не забыто». Я вхожу на территорию бывшей Зеленой мечети и, собственно, впервые после многих десятилетий я здесь была еще ребенком. Диляра Бегишева. Правнучка одного из первых казахских капиталистов, купца Первой гильдии и крупного мецената Баймухамеда Кощегулова, которого в народе называли Байкоп. Больше ста лет назад купец Кощегулов в Акмолинске строил фабрики, магазины, дома, медресе, школы и не только. Вдвойне приятно осознавать, что в строительстве этой мечети приняли участие именно наши прадеды Кощегулов, Баймухамед, Вали, Бегишев, Хусаин. И вот как будто бы эта энергетика сохранилась до сих пор. Сюда входишь, как в родное место. Память еще жива. Удивительная история связана с сохранившимся с той эпохи 120-летним забором. А вот та самая стена, священная стена, здесь вот сохранились фрагменты. Видимо, эти слова были написаны арабской вязью. И вот тут вот сохранились на некоторых кирпичах фрагменты именно вот этих букв. Моя мама Кощегулова Магинур Валиевна рассказывала, что вот на этой стене были написаны священные слова. И очень многие люди считали, что если подойти, коснуться, подумать о своих проблемах, обратиться к Аллаху с просьбой, и проблемы решались. Предприниматели, купцы, которые приезжали в город, открывали здесь свое производство, активно развивали торговлю, они получали определенные льготы, ну, прежде всего, налоговые льготы получали. Они имели возможность, так сказать, развивать производство без дополнительного налогообложения. В общей массе городского населения простоетокупечество изначально составляло более 1%, а потом она выросла почти до 20%. Наступают смутные времена. Восстания, партизанские движения, Октябрьская революция, падает царский строй. Социалистические перемены меняют уклад жизни в Акмолинске. Торговля и промышленность переходят в руки пролетариата. А в 20-е годы начинается голод. Настоящий. Во всей Акмолинской губернии голодало около 450 тысяч человек. В 1926 году численность городского населения составляла чуть больше 12,5 тысяч жителей. Но город выдержал суровое испытание. Уже в 1939-м в Акмолинске проживали 32 тысячи человек. И тут снова удар. 22 июня 1941 года фашистская Германия внезапно напала на Советский Союз. В городе Акмолинске в узловой станции, куда сходились бездорожные пути, где можно было легко формировать дивизии, подвозить материальную часть лошадей, повозки, машины, орудия. Акмолинске формировало 4 дивизии. Из них 3 стрелковые, одна кавалерийская дивизия. Первой была сформирована 310-я стрелковая дивизия с 15 июля по 18 августа. Всего лишь месяц почти не ушло. На формирование и на учебу. На учебу вообще времени не было. Ее сразу же отправили 18 августа на фронт в сторону Москвы. Самая кровопролитная война в истории человечества продолжалась. Нацистская армия оккупировала Беларусь, большую часть Украины и частично территорию России. В окон из Белого Крымова осенью 1941 года Белитопольский станкостроительный завод имени НКВД номер один. Как только он прибыл сюда, еще помещения не было. Под открытым небом поздней осенью начали выпускать первую продукцию. Это были снаряды, полванки и снаряды 45-мм скоростыльной противотанковой пушки. Потому что это и была единственная пушка, которая могла противостоять немецким танкам. Поэтому снаряды эти были крайне необходимы. На этом заводе работали в основном подростки и девушки. и женщины. И двое из них стали героями со СССР. в СССР. ВОДОЛИНОЕ Городской военкомат был призван с детского дома, который находился в Таитюбе, Прахимджан Кашкарбай. Он поставил последнюю точку в войне, разорудил первым штурмовой флаг вместе с Григорием Булатовым на уровне второго этажа Рейхстага. Есть такое выражение «Никто не забыт и ничто не забыто». Именно в 54-м 1960-х годах Казахстан прибыли из других регионов тогдашней СССР 1 124 000 человек. Численность населения города Ахмолинска тогдашнего к 1960-му году достигла 104 000. Хлебом зелены обеспечивала вся страна. Если бы не было этого хлеба, конечно, в середине 50-х годов в Советском Союзе был бы большой продовольственный призис. Толиубайжума Султанов первоцелинник С 1980-го года начальник Центрального Статистического Управления Казахской ССР, а позже председатель Государственного Комитета Республики Казахстан по статистике и анализу. Автор книги «Целине 60». Это привело к всесоюзному значению этого края, этого города Селинограда как центра управления. У нас чувства долго в те времена были все для страны. Лишения какие-то, холодно, голодно, босиком, но надо страну накормить, мы же понимаем, после войны хлеба не хватает в магазинах. Вера Сидорова заслуженный агроном Казахской ССР, герой социалистического труда, заместитель председателя Президиума Верховного Совета Казахской ССР. Свой путь начинала простым агрономом в 1958 году. Я помню конечно неудобства садишься обедать, завтракать, особенно ужин, когда комарья полно, в тарелку, в рот, в глаза, в нос затягиваешь, когда дышишь, затягиваешь. Нам раздавали откуда, я не знаю, мешки, мешок на голову и тарелку. И мы спокойно могли есть. Конечно, смешно в мешках, но мы считали это почти нормой. Такие испытания выдерживали не все. Кто-то уезжал, а кто-то оставался навсегда. Преодолевать ежедневные трудности и адаптироваться к суровому климату в тогда еще необжитой степи всегда помогал гостеприимный народ. Конечно, на пустырях кто мог их встретить? Старые казахские люди. Моисей Гольберг первоцелинник, ветеран Великой Отечественной войны. Прибыл на Целину корреспондентом ТАСС, позже стал главным редактором Целеноградского радио. Вот мне рассказывал ветеран, его послали за семенами, а он в солдатской еще форме, пацан по существу. Приехал и стал возвращаться в машине, а тут ураган такой, ураган, страшный ураган. И он стал уже замерзать в степи ночь. Вдруг он видит, идет трактор, выходит какой-то человек, сам директор совхоза Желкарский, десенжол Камзибаев. Он еще говорит, как тут? Я не могу бросить машину, тут семена. Он говорит, знаешь, слушай, пацан вылазь, вылазь, и я тебя забираю к себе домой. И он действительно привез его, и всю ночь его отпаивали чаем, чаем этого ветерана и ароматными буршаками. Он до сих пор помнит это все. Освоение Целины это сказка, это продолжение подвига фронтовиков. Поэтому я называю освоение Целины в Казахстане это вторая победа. Но за взлетом следует падение. И эйфория освоения Целины стала проходить. Звучала критика. Когда-то плодородная земля стала давать все меньше и меньше урожая. Ситуация на полях становилась непредсказуемой. Людям грозил голод. Тогда ученые-агрономы в Казахстане открыли систему защиты почв от ветровой эрозии. Среди разработчиков Эрвин Госсен. Освоили 47 миллионов гектаров Целины. В Казахстане только 25 миллионов гектаров пшеницы сеяли. Мы сдавали государству миллиард 16 миллионов тонн пшеницы выращенные на казахской Целине. Освоенные на казахской Целине. Это была гордость наша. Это были наши заслуги вместе с народом Казахстана. Эрвин Госсен. Первоцелинник. Лауреат Ленинской премии. Профессор. Член Национальной Академии Наук Казахстана. Я помню Цельноград. Ну, как вам сказать. Когда ходил с вокзала в центр, вот, поезд, железнодорожный поезд, и из поезда выходил, я выходил, да, во время поездки туда, в резиновых сапогах. Была грязь, по всему, дорог не было, ничего не было. Ничего не было, кроме развалин. Потом начались хрущевские двухэтажки. Строились дома для рабочих, развивалась инфраструктура, открывались заводы. Только за первые два года появились порядка четырех сотен новых зерновых совхозов. Когда сюда приезжали различные делегации, творческие коллективы, ансамбли, нужен был такой культурный центр. С этой целью, собственно, и как бы был построен дворец Целинников. Культурное пространство города Целинограда, да, оно заполнено, вот нынешнее правобедение, оно, конечно, тогда заполнено было символами Целинникова. И дворец Целинников. Главная улица называлась проспект Целинников, да, был построен кинотеатр Целинник, и фасады домов были украшены рисунками, связанными с Целиной, это были жуколосы пшеницы. Это память несгладимая память. Это не забывается. Это остается всю оставшую жизнь. Люблю я все, народ. Меня приглашали в Германию, я фактически отказался, остаюсь служить народу Казахстана. Редактор субтитров Корректор А. Редактор субтитров Корректор А.